Махачкала совсем скоро отметит свой 160-летний юбилей. Торжество выпадает на конец сентября. Однако празднование дня рождения города уже началось. Коллектив Аварского музыкально-драматического театра имени Габзата Цадасы в преддверии этого события организовал благотворительный концерт, посвященный юбилею города. Для кого выступали народные артисты республики? В материале Ларьяны Шамхалаевой. Более 200 билетов на сумму свыше 100 тысяч рублей подарило руководство Аварского театра жителям столицы. Благотворительная акция распространилась на детей, спортсменов-инвалидов, пенсионеров, членов семей ветеранов войн, участников афганских событий. Деятели культуры поздравили махачкалинцев с Днем города, отметив, что готовы проводить такие мероприятия как можно чаще, если они получат поддержку от администрации. Это будет хороший подарок в преддверии юбилея города Махачкалы. Мы сумеем влить желание администрации города Махачкалы, чтобы откликались на такие мероприятия, выходя из своих кабинетов и иногда выходили в массы. Собрать исполнителей на одной сцене было несложно. Звезды Дагестана, узнав, что выступить необходимо для тех, кто мечтает попасть на концерт, но не может себе этого позволить, с радостью откликнулись на предложение организаторов вечера. Меломаны остались довольны. Когда тяжело в обществе, больше всего народ должен уметь слушать небесный зов. Это музыка, это театр, это жизнь. Вот сейчас, значит, я снова вспоминаю свою молодость, и мне очень приятно, и это очень хорошо, потому что нас такие культурные мероприятия сближают. К слову, концертная программа «У очага наших предков», с которой выступили артисты на площадке летней филармонии, это проект, реализующийся успешно не только в Дагестане. По словам концертмейстеров, певцы нашей эстрады продолжают срывать овации благодарных слушателей в лучших залах соседних республик. Лария Анна Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.